Преимущества и недостатки гарантийного случая. Какие гарантии у Шкоды? Как происходит согласование и в какие сроки? Причины лишения гарантии. Об этом и многом другом рассказывает Алексей Ланда, гарантийный инспектор автосалона Прага Авто на Большой Кольцевой 4. Алексей, доброе утро. Доброе. Автомобиль это современное изобретение, которое состоит из различных компонентов. То есть это могут быть механические компоненты, электрические компоненты и даже химические. Все эти компоненты имеют свой срок службы, свои условия эксплуатации. Естественно отличаются друг от друга кардинально. Хотелось бы узнать, что вы вкладываете в понятие гарантия на автомобиль? Не мы вкладываем, а вкладывает завод-производитель, так как это есть товар и он естественно гарантия распространяется в зависимости от законодательства Украины. Завод рассчитывает оптимальную работу автомобиля, время работы, четких понятий пробегов, срок службы нет у автомобиля Шкода. Установлено внутренним порядком и внешним для всех стран. Это два года с момента приобретения на все узлы. Есть конечно ограничения по каким-то там естественным износам и кризино-технические изделия. Есть ограничения по запчастям, есть разный подход, индивидуальный подход, есть гарантии. На кузов общая гарантия идет 12 лет, это на сквозное проживление. То есть это два года к кузову не относится? Нет, к кузову это идет, то есть есть лакокрасочное покрытие, оно идет 3 года гарантии с момента приобретения и 12 лет на сквозное проживление. То есть, что это такое? В случае, если взять, например, какой-то инструмент, отвертку шила и этот инструмент проникает в внутреннюю и наружную часть металлического изделия, то есть самого металла, тогда это сквозное проживление кузова. Но есть факт того, что многие автомобили имеют механические повреждения намного ранее и оно приводит к сквозному проживлению кузова. И для этого есть техническое обслуживание каждые 30 тысяч, либо год каждый автомобиль в сервисе у нас, у любого дилера Шкода осматривается на такие возможные механические повреждения лакокрасочного покрытия, что может привести в будущем к сквозному проживлению металла. Страховые случаи имеют к этому отношение? Страховые случаи это отдельная программа от гарантии. То есть страховой случай это отдельная компания, либо государственная, либо частная, она поддерживает какие-то условия, либо договорные контракты по той или иной причине поломки, неисправности, дорожно-транспортного происшествия, каких-то повреждений. То есть если неисправность вследствие ДТП, которая произошла, механическое повредение, устраняется официального дилера, гарантия остается прежней. Если же где-то в каких-то неофициальных дилеров, не сертифицированных, то тогда произвели снимать с себя всю ответственность. То есть повреждение кузова вследствие непредвиденных обстоятельств, независящих от владельца, это еще не приговор и гарантией он может пользоваться весь обозначенный срок? Может, да, но есть много факторов опять же. Водитель может ехать по дороге, получить там его автомобиль, может там какая-то деталь от камушка под какого-то грузовика вылетела, либо сверху что-то упало, водитель может и собственно даже не заметить этого. Да, такое часто случается. Да, вот для этого надо осматривать автомобиль внимательно, вот эти все сразу устранять, потому что... То есть камушек это гарантийный случай? Нет, это механическое повреждение. Да, оно устраняется либо за счет клиента, либо если автомобиль застрахован и у него описаны ситуации механические повреждения предвиденных, то за счет страховой компании. Если это не кузовные? Без разницы. Если кто-то залез, поломал, уторвал, зацепились где-то на дороге, внедорожье, где-то проволока какая-то заскочила, может даже птичка там, сурок, белка, погрызть проводку. Это ж не есть вина производителя. Это как третья сторона уже и повреждение идет третьей стороной. Производитель закрывает именно те вопросы и оплачивает полностью, если мы докажем ему, ну для этого есть гарантийный инспектор и дилеры. Покажем, объясним, почему это произошло, вследствие чего это произошло. Если это вина самого производства, либо брак производства, либо неправильная сборка, то производитель берет на себя полностью стопроцентную оплату. Хранение автомобиля гаражное, не гаражное влияет на этот момент? На данный момент кузова уже и материалы настолько совершенствованы, что не имеет значения где хранить автомобиль. Для этого же делятся рынки продаж автомобилей по разным каким-то погодным условиям. Северная сторона холодная, либо более южная, либо более влажная. И производитель уже учитывает при производстве это все. Гарантия на другие составляющие автомобиля, детали, те же электронные компоненты, она отличается от кузовных? Естественно, сроком гарантии это два года. Но у производителя есть еще такой дополнительный продукт, он называется Goodwill Coolance, когда проходит два года общей гарантии и клиент, который, да, собственник, который пользуется продуктом Skoda, то есть именно автомобилем, и обслуживается официальной дилерской сети, он может рассчитывать еще на постгарантийную поддержку. Вот это и есть Coolance Goodwill, то есть добрая воля производителя. Производитель хочет увеличить лояльность к себе, своему продукту и увидеть, как клиенты пользуются автомобилем, что ломается уже после обычной гарантии. Как они в эксплуатации себя ведут со временем? Да, и он в зависимости от какой детали, срок службы этой детали сколько прошел, да, с момента продажи автомобиля сколько прошло, пробег какой прошел, он может оплатить даже стопроцентную стоимость, либо 50 на 50, то есть это индивидуальный случай, пересматривается и производитель готов оплачивать. Если он, опять же, мы, вернее, доказываем, показан, что да, это вот дефект заводской. То есть это к Шкоде относится, да? Да, только к Шкоде. Ну, ваговская группа, там есть разные продукты, как у Audi, как у Bentley, как у Porsche, как у Volkswagen, как у Seato, у них отдельный подход. Вообще гарантия на автомобиль для автомобилиста, это же не пустой звук? Нет, ну почему пустой звук? Любой человек, который приобретает любой товар, не только автомобиль, он хочет быть уверен в завтрашнем дне и в этом продукте. То есть он какими-то способами зарабатывал на этот товар, продукт, для него он дорог по-своему. Естественно, он хочет, чтобы он долго у него служил и качественно, чтобы он был без поломок. Но, к сожалению, кто не работает, тот не ошибается. Бывают ошибки, как у крупных компаний, как у известных компаний. И, естественно, для этого и придумана гарантия. У Шкоды, ну, компании Шкода, у них очень сильно этому выделяется внимание. Есть целые технические отделы, которые работают с рекламациями по устранению, по изменению. Потому что Шкода, она же тоже не все сама делает. Она тоже заключает договора с другими компаниями, которые поставляют те или иные детали. То есть она так же самая им предъявляет, и они меньше работают, устраняют, чтобы в будущем больше такого не повторялось. Покупая новый автомобиль, понятно, мы имеем двухгодичную гарантию и имеем гарантию длительную на кузов. Если же устанавливается какая-то деталь не на новый автомобиль, но новая официальная деталь заказывается в вашем автосервисе, гарантийные обязательства на нее распространяются? Если да, то как, на сколько? Производитель Шкода, когда продает свою оригинальную деталь, и эта деталь устанавливается у сертифицированной станции, то есть дилера Шкоды, да, такие как мы, то у него идет гарантия идентичная. Два года, два года, естественно, опять же, естественный износ, естественно, пробеги. То есть должны понять, что ходовая часть там или сайлентблок, в зависимости от наших дорог, либо хороших, либо плохих, все зависит от того, где клиент ездит, она по-разному изнашивается. И она не может, например, тот же самый сайлентблок, это понятно для всех, там больше 80-100 тысяч проходить. Может, есть случаи. При хороших условиях. Да, надо учитывать, что есть старость, есть характеристики, есть возраст, есть нагрузки разные, потому что клиент эксплуатирующий, например, автомобиль чисто по ровной дороге постоянно, да, это одни обстоятельства. Если он постоянно ездит по какому-то гравию, щебню, брусчатке, где такие-то ямы, это другое использование. Естественно, нагрузка больше, естественно, естественный износ больше. Это должны понимать все. Естественный износ деталей в гарантийных обязательствах также учитывается? Да, учитывается, потому что автомобиль ездит, эксплуатируется, подвергается нагрузкам, и они могут быть разные, в зависимости от условий эксплуатации. А на каком этапе и когда определяется степень этого износа? Вообще, ходовая часть у производителя Skoda, она ограничивается пробегом 100 тысяч километров. То есть, после 100 тысяч километров детали по ходовой части обычно не заменяются по гарантии. Почему? Потому что 100 тысяч это довольно такой большой пробег. Большой пробег. И были у нас случаи, полтора года было 280 тысяч, 250 тысяч, 300 тысяч. Автомобиль подвергается очень большим нагрузкам эксплуатационным. То есть, он не останавливается, он ездит постоянно. Если считать по километражу, по пробегам, по времени, можно даже сказать, что 2-3 водителя эксплуатируют автомобиль. Из-за этого и принимается решение, если оно просто стерлось, либо щухалось, либо еще что-то. То есть, нема заводского дефекта явного, то, естественно, это естественный износ. А то есть, при обращении клиента на СТО, там замена деталей какой-то, ну, нужно ему заменить эту деталь, специалисты смотрят на износ этой детали и определяют, какой это износ. Это вследствие эксплуатации или это вследствие случая? Ну, в большинстве случаев, Skoda, это такая компания, которая готова даже брать на себя оплату и ответственность, и менять в рамках гарантии детали, которые, вот если мы даже видим, что автомобиль эксплуатируется там постоянно в полях каких-то там, каких-то, ну, видно там грязный, пыльный, плохой уход автомобиля. То производитель готов своим клиентам гарантийный ремонт до 100 тысяч, это все ходовая часть, менять практически все узлы. То есть, он допускает, что качественные детали 100 тысяч любых условий могут выдержать? Ну, все детали, детали, они сертифицированы, они не просто изготовляются и там ставится автомобиль. И когда создается какая-то деталь, она проходит куча там испытаний на кручение, на старение, на температурные какие-то там свои характеристики, да, и только после этого она идет уже в производство и в эксплуатацию, то есть автомобили. Потому что Skoda это европейская компания и у них стандарты отличаются от Украины. И у них самый главный приоритет это жизнь человека, безопасность человека, это спокойствие. Они пытаются сделать так, чтобы дольше машина эксплуатировалась, легче, безопаснее, чтобы завоевать свой рынок клиентам. Кстати, мы в предыдущем подкасте обсуждали вопрос отличия оригинальных деталей от подделок. Я думаю, что тут налицо выгода оригинала. Ну, судить, что лучше, что хуже, мы не можем, не имеем права. Опять же, повторяю, что завод не все изготавливает, он тоже берет у других компаний, которые имеют сертификаты, репутацию, имя. Проводит тендеры как по качеству, как по стоимости, как по возможности этих объемов поставок. Потому что производитель тоже на всех рынках берет на себя обязанности, заключает договора, что там поставка стольки автомобилей, стольки запчасти, то есть какие-то есть объемы. И на основании этого, естественно, чтобы не портить свою репутацию, не надо выбирать даже дорогие какие-то, может, бренды, там, дорогие компании. И они работают. Обращения по гарантии часто случаются в практике? Тяжело судить об этом, потому что только, наверное, специалисты Шкоды, компании, которые ведут гарантийный отдел, могут это все сформировать, логистику. Ну, если считать по машинозаездам автомобилей, но опять же, есть разные машины, разные автомобили, разные условия, разные рынки. Ну, у нас в Киеве, например, это, ну, может, процентов 5-3 максимум. Всего-навсего. Максимум. И то, это я так говорю. В общем, почему? Потому что, ну, я не считал, сколько там процентов от машинозаезды. Ну, думаю, процента 3 точно. Правда ли, что автосалону невыгодно делать гарантийную замену? А если что-то бесплатное, то не значит, что за это никто не платил. Правда это или нет? Ну, это очень плохое понятие, неправильное, и, кстати, оно должно обсуждаться, потому что некоторые собственники автомобилей, либо там, не знаю, других, может быть, каких-то сфер, считают, что гарантия это такое, что не хотят тебе никто ничего делать, потому что денег не платишь, тебя откидывают в сторону. Нет, это обман чистой воды. Гарантия нам все равно, либо клиент приехал, либо Шкода оплатила, либо кто-то заплатил. Нам все равно, нам платит производитель одинаково, как и клиент. То есть, автосалон не платит за замену гарантийной детали? Нет. Автосалон оформляет документы такие же самые, ну, есть какие-то договоренности для импортера. У нас в Украине это Еврокар. Так же самое Еврокар передает эти документы и возмещение производителю Шкода. И, естественно, как и клиент, как и Шкода, он тоже для нас клиент. То есть, они платят за это. Да, есть какие-то отсрочки платежа, есть какие-то там свои внутренние обстоятельства. Но нам оплачивает работать так же самое, как и клиент. То есть, что мы проведем замену какой-то детали клиенту физическому и юридическому лицу, который к нам приедет, что мы от Шкоды получим эти возмещения одинаково. Нет никакой разницы. Мы бесплатно гарантию не делаем. Нам за это платят. То есть, производитель детали отвечает за качество и ее соответствие условиям эксплуатации? Такой же юридический клиент с юридическими документами, либо обращениями. Безналом мы получаем эти деньги. Нам безразлично. Это мы с помощью даже гарантии, может, мы даже и загружаем ремзону, какую-то часть. Производитель деталей несет и финансовую ответственность за свою продукцию в том числе? Естественно, и правовую тоже, и юридическую, и финансовую. Также делаем для них отчеты, как для клиента, это его требование. Естественно, мы получаем от него вознаграждение за этот ремонт. В каком случае клиента могут лишить гарантии? Клиент, когда приобретает автомобиль, он получает всю документацию. Но, к сожалению, не знаю, может, у нас так исторически сложилось, что мы не привыкли читать. Ну, кто-то читает, кто-то нет. Большинство. Договора до купли-продажи. Естественно, дополнительные соглашения, либо додатки, либо приложения, в которых написано, есть отдельно договор о купли-продаже, условия гарантийной обязанности производителя перед клиентом. Так же самое описано это все согласно нашему законодательству в бортовой документации. В Европе уже это все в электронном виде. У нас пока, к сожалению, все в бумажном виде. Сервисные книжки это прописано. Какие условия, когда он должен приехать на обслуживание, что он должен сделать. Все характеристики, касающиеся эксплуатации, нагрузки, превышение брода. Человек купил легковой автомобиль, говорит, сейчас я поплыву, повозил. У меня там для этого не предназначен. Любые нарушения. Ну, опять скажу, раньше, лет 8 назад, производитель вообще жестко относился к этим нарушениям. Сейчас он уже лояльно относится. Не знаю, от чего это зависит. Может, от финансовой стороны, как Шкоды. Индивидуально все рассматривается. То есть, если клиент не приехал в нужный срок на техническое обслуживание при гарантийном автомобиле, он может лишиться? Вообще, согласно требований, рекомендаций завода-производителя, естественно, договор о купле-продаже, автомобили Шкода должны на нашем рынке украинском обслуживаться либо раз в год, либо 15 тысяч тонн, станет ранее, либо пробег, либо время. От чего это зависит? Опять же, специалисты Шкода, они приезжают на разные рынки, куда продают автомобили. Смотрят качество топлива, берут анализы, условия эксплуатации, трафики, загруженность. Естественно, качество дорог, ну и внешняя среда, засоренность внешней среды. Почему? Потому что любой механизм, любая деталь, любой фильтр, любая даже маленькая какая-то там пластмасска, она рассчитывается на какую-то определенную нагрузку. На агрессию среды определенную. Чистоту, да, на химические там анализы. В эксплуатации они корректируют в зависимости от загрязненности, от качества топлива. Очень сильно серого не контролирует, естественно, эксплуатационные характеристики. И от этого они устанавливают сроки обслуживания автомобиля. Потому что они считают, что он раньше засорится. Естественно, если он засорится раньше, даже фильтр, например, да, либо топливный, либо воздушный, это будет попадать уже в двигатель, это уже уменьшает эксплуатационные характеристики двигателя. И оно так за собой все тянет, 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 как болезнь у человека. Ранняя диагностика, раннее устранение. Ну и, естественно, удары в подвеску, грязь, это пыль, которая попадает на ту же резину, которая трется, или пластик, естественно, ощупает как абразив, как наждачная бумага. И, естественно, выход из строя деталей. Вот для этого как бы и устанавливается, потому что на европейском рынке автомобили проходят 30 тысяч, либо два года того. То есть наши условия хуже? Хуже. Они приравняются плюс-минус к рынку России у нас и таких вот стран похожих, как у нас. Когда они увидят, я думаю, что у нас будет что-то меняться, да, к лучшему, к эксплуатационной характеристики, да, даже манера вождения, этика вождения, качество топлива и т.д. и т.п., я думаю, что и для нас будет изменяться. Я попал еще в Шкоду, работал, когда на дизелях у нас было очень дизтоплива плохое. По 7500 проходили, а бензиновые по 10. Это не условия эксплуатации, это именно было плохое топливо. Ну, мне так тяжело и условия, но мне тяжело судить. Почему? Потому что там я не видел как бы этого чек-листа. Если так логически понять, то да. Но сейчас картина стала лучше, да, заметно? Лучше, улучшается, мы же в Европе стремимся. Это радует. Да, ездим на европейских автомобилях и пользуемся европейскими товарами. Ну, как бы так. Как происходит процесс согласования с заводом? Вот как вы, как инспектор, согласовываете гарантию завода? Как это происходит? Если мы берем во внимание стандартную гарантию, да, двухгодичную, я как специалист, гарантийный инспектор, прохожу обучение, получаю сертификаты, указания, какие действия должен проводить, когда и сколько, что там читать. И есть такие моменты, если имею право сам принять решение о проведении гарантии. Есть моменты, которые завод-производитель делает нам во время обучения, создает так называемые указания для сервиса. Это поступать в той или иной ситуации, при такой или иной поломке именно так. Видите вот такую поломку? Значит, сделайте вот это и все. Я тоже тогда с ними согласовываю. Но есть такие индивидуальные запросы. Например, сервис сделал диагностику, он не может там понять что-либо. Там очень дорогая деталь. Мы тоже, люди тоже ошибаемся, можем неправильно вынести какое-то там решение. Мы пишем запрос, уже производители Skoda. То есть более детализируете ситуацию? Да, мы делаем необходимые протоколы требуемые, фотографии, видео. Сейчас уже в большинстве случаев, да не в большинстве, во всех надо фото-видео документации для производителя. Ну там просто сидят люди, специалисты, которые, как сказать, узкопрофильные. Один занимается автоматическими коробками, другой механическими, третьими двигателями, четвертой электрикой. Пятый там блоками управления и т.д. Непосредственно уже попадает к ним запрос через импортера. И они говорят, да, окей, мы согласны, либо сделайте это, либо сделайте это. Обратите внимание на то, и мы уже тогда вместе работаем, руководствуемся их указанием. Какое на вашей практике было самое крупное гарантийное возмещение? Какое можете вспомнить? Я не могу, четко до копейки там. Давайте будем считать так, потому что у нас курс тоже колебается, и как бы удержаться его тяжело. Ну, я плюс-минус долларов считаю. Было у меня такое возмещение, это было 380 тысяч гривен. Вот по курсу, тогда курс был у нас, я не помню, или 20, 20 с чем-то гривен. То есть это где-то лет 5 назад? Да, где-то вот так. Шкода так построена, чтобы отдел, который зависит от денег, не контактировал с отделом, который зависит от качества. И специалист, который дает мне разрешение, либо команду, либо, ну, как техническому специалисту, да, указание на проведение или замену той или иной детали, он не знает, сколько она стоит. Он не работает с этими суммами. Это мы гарантийные инспекторы. Можем как и технические, так и документально оформляем документацию, мы только тогда видим деньги. Да хоть она будет полмиллиона стоить. Технический специалист, он просто знает, как сделать лучше. Он дает указание, он дает указание замене деталей. Замени там двигатель с коробкой в кучу. И он прав, потому что политика Шкоды, она в первую очередь построена на качество, на то, чтобы устранить. Есть команды, которые работают потом с этими деталями, которые мы отправляем на завод. Возможно, допущена ошибка, возможно, где-то оборудование поломалось. Это все только вот такими методами можно обнаружить. Не всегда это момент производства можно определить. И нету разницы, сколько это стоит. Вообще нету разницы. Это уже потом финансовым вопросом занимается совсем другой отдел. Есть у них еще отдел, который непосредственно занимается клиентами, с ними общается. Разные есть случаи, разные обращения. Вплоть там замены автомобиля могут сделать. И это финансово никак не ограничивает гарантию. Есть поломка, есть неисправность. Мы признали свою вину, заменили. Сколько это стоит, это безразлично. А вот, возможно, вопрос. Ну, как у нас принята защита прав потребителей? Две недели на возврат товара, который не подошел, не понравился. Это отношение какое-то? Могут эти две недели существуют? У нас есть законодательство. И производитель Шкода, он уважает и опирается только от законодательства страны, в которой он поставляет свой товар. Если он уже поставляет свой продукт на этот рынок, значит, он законодательство изучил, и он готов с ним работать. И придерживается законодательства. Потому что все пометки, все указания, все рекомендации в конце подписываются, если это не граничит, либо закону вашей страны, либо вашего континента. Вот так вот. Все можно купить, две недели принести. Опять же, езжешь условия, как для любого товара. Не повредить упаковку, не использовалась. Упаковка, механическое повреждение, вода попала, еще что-то. Но это все уже рассматривает персонал, который продавал или обратно не получает. Так же самое. Ну, это стандартная гарантия. Если надо замена человека, значит, замена. Без вопросов. Точно так же, как и с другими. Ну да, например, куплен автомобиль, оформлен автомобиль. Автомобиль не ездил, стоял на месте. Почему нет? Можно его вернуть. Но, опять же, человек, который купил этот автомобиль, он же, естественно, должен возместить расходы на оформление и все остальные действия. Если автомобиль уже поехал, проездил, он не устраивает. Но надо основание. Ну, автомобиль это такая покупка, которая подходит очень осознанно и за один день. Да, один день. Спонтанная категория товара, да. Но более тяжелая. То есть, уже человек покупает, он уже конкретно знает, что ему нужно. Ну, естественно, она и стоит же, ни гривну, ни две, она стоит хороших денег. Их тоже надо заработать. И человек целенаправленно идет ее приобретать. Значит, он изучил уже. Есть тест-драйвы, есть интернеты, гуглы. Сейчас, на данный момент, все настолько развито, что можно изучать это из дома. Как считаете, обращаться по гарантии, это хорошо? С одной стороны, заменили бесплатно деталь, с другой стороны, ее заменили. То есть, это хорошо или плохо, когда произошел случай обращения в гарантию? Ну, а чем отличается сборка индивидуальная, либо замена какой-то детали от конвейерной? Мне кажется, наоборот, если хороший специалист правильно подходит, руководствуется рекомендациям завода, как обтяжи, как замен, когда каких-то процедур, то, мне кажется, это даже лучше. То есть, это уже индивидуальная сборка. Конвейер, он раз-раз настроен, он не видит, он, ну, робот, он делает, и все. Попало, что-то не попало, он этого не увидит. А человек, он поставил, все, внимательно, он уделил больше времени. Никакой разницы. Даже, наверное, еще лучше. Позитивно, это гарантия Шкода. Она действительно рабочая, она хорошо работает, она без вопросов работает. Раньше, я давно уже, около 12 лет, то есть, с гарантийным инспектором работаю. Раньше было намного тяжелее. Может, и меньше гарантии было. Почему? Потому что обращений было меньше. Сейчас уже такое время, что все видят, знают, более технически подкованы. Если надо, почитают, узнают, друг перескажет. Ну, это класс, это хорошо, когда клиент приходит уже с какой-то информацией, и он может даже в какой-то степени нас подстегивать на то, чтобы мы тоже развивались с клиентом. Новые подходы имели к нему, и, не знаю, технологии, они же не стоят на месте. Люди уже становятся сами более продвинутыми, более современными, и более часто и открыто пользуются услугами официальными, то, что им предлагают. Ну, я такой же самый человек, только занимаю вот такую должность. Люди становятся сейчас более какие-то спокойные, более... Они перед тем, как что-то вот сделать, если будем говорить по автомобилям, они сразу Google, какие-то формы, сайты, версии. И не сразу... Раньше как было? Алло, алло, у меня что-то стучит. Я не знаю, что делать. Нету такого. Он сядет спокойно, успокоится. Это, опять же, психология человека. То есть, более равновешенность, может быть, даже и культура, мне кажется, что... Она сильно поднялась в последние годы. Намного больше, да. Какое-то уважение друг к другу пошло. Работаем все вместе. Skoda организовали. Дилерскую сеть. И мы все работаем для клиента, для того, чтобы был удовлетворен потребностям к автомобилям, либо товарам, либо отношению к себе. 3% это, по-моему, очень... Ну, это 3%, я так сказал. Образно, да? Да, может, даже и меньше. Потому что, ну, я не могу подвести там... Ну, потому что нет статистики именно четкой, сколько она происходит. Ну, потому что один клиент может вообще не приезжать. Ну, я могу посчитать, какое количество автомобилей. Ну, один может считать, что это надо срочно исправить. Это очень важный момент. Есть люди, которые приезжают просто по меня, не надо мне никакой гарантии. Хотя можно это сделать по гарантии. Он... Не надо, не хочу никаких документов. Ну, да, естественно, наше законодательство тоже, люди недовольные, требует... Ну, опять же, это не наше требование. Требование государства, ведение документации деловой. То есть, там, паспорт, код свидетельства о регистрации, сервисная книжка. И вот эти вот талмуды, которые вот эти вот лежат, их нету в Европе. Все в электронном виде. Их нету. А сейчас электронный документ, оборот, как-то вытесняют такие признаки? Видите этого? Да, это бухгалтерия. Это ПДВ, там, налоги. Это все только в бухгалтерии. Уже легче становится. Да, не надо. Раньше какие-то там надо было справки. Накладные. Да, накладные, вытяжки. Сейчас уже все намного проще. Сделал акт, все это в электронном виде ушло. Я так понимаю, налоговую службу. Они там контролируют, смотрят. Как бы, Skoda, Volkswagen, ваговская группа уже давно переняла это. И я думаю, что мы у них это, к ним двигаемся. Потому что у нас программа такая, как Elza, да? Elza Pro. Она позволяет создавать на ряд заказов. Это единая программа, которая подвязывает все полностью. Программы, которые как по подбору запчастей, так и для отчетности. Для обращения, как для базы данных. И все так конфиденциально, не за границей. И принт-скрины, да, вытяжки. Они идут в суд и являются официальным документом. У нас, к сожалению, без печати ничего не является официальным документом. Либо без подписи. То есть там электронное письмо, которое пришло по почте. Может быть, со скринен. Все конфиденциально защищено персональными каналами, выделенными. Оно не ломается, не взламывается. Ну, это практически невозможно сделать. Что можно посоветовать клиентам, чтобы попадать или же не попадать на гарантийное возмещение? Советовать ничего не могу. Есть четкие указания, есть четкое понятие. Слышишь, что-то стучит, скрипит, тарахтит, течет. И раньше этого не было. Ты собственник, это твои деньги, твое имущество. Оно дорогостоящее. Я думаю, что я как хозяин своего автомобиля, да, я сразу поеду на сервисе, буду искать причину. А гарантийное, не гарантийное. Естественно, клиент едет, он потратил деньги, купил новый товар. Он всегда думает, что это гарантийное. Но в процессе диагностики бывает случай, что определяется, что не гарантийное. Например, там, не знаю. Ну, он может об этом и не знать. Да, 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 ну, естественно. И чем раньше, и чем быстрее это все обращение сделать, приехать в сервис, тем в дальнейшем намного будет легче и дешевле устранение данной неисправности. Опять же, возьмем просто как человека. Заболел, кашляешь, надо идти к врачу. Тем более в данной обстановке. Не надо затягивать, потому что будет там только хуже, хуже, хуже. А, и дороже. Да, гарантия, не гарантия, но в процессе диагностики определяется. Никто никого не обманывает, никто ни от кого не уходит. Потому что, опять же, повторюсь, что нам безразличны в данном плате. Вопрос по срокам. С момента обращения и до момента, когда уже приняты решения, замене, гарантийное замене. Долго ли ожидается? Вообще, как бы, сроки законодательства установлены две недели. С момента обращения. То есть, собственника, да, либо нашего клиента, в принципе, не должно интересовать, какими методами, каким способом мы будем устранять данную неисправность. То есть, если мы видим эту неисправность, сделали диагностику, это происходит практически 99% в течение часа-двух. Есть сложные случаи, которые два три дня мы ищем поломку. Но вообще, устранение идет у нас, опять же, мы пользуемся европейским товаром и комплектующие европейские. Проблема не совсем в запчастях, а проблема в их доставке сюда. И в большинстве случаев доставка задерживается из-за того, что таможенные задержки бывают в фуре. Товар вовремя отправлен, застрянут границы. Это все время. Не можем его реализовать. Почему? Потому что он не растаможен, не учтен. То есть, вот эти вот два-три дня могут держать. Вообще, если мы заказываем у импортера деталь, то есть, гарантийная, негарантийная, то это 10 дней. Раньше было 14. Бывают случаи, что и 14. То есть, даже быстрее, чем в законодательстве. Да, но... Говорим нам. Ну, в законодательстве у нас прописано, что мы должны устранить, либо обговорить иные сроки. То есть, есть случаи, когда детали временно не выпускаются. Это проблема какого-то оборудования, либо какой-то там комплектации, которой не хватает, она изготавливается. Но, опять же, их пытаются срочно, быстро. Если это гарантийный случай, мы всегда указываем, что это гарантия. Номер кузова автомобиля и производитель бывает даже с конвейера скидывает эту деталь и отправляет нам, чтобы быстро устранить. Это неисправность. То есть, гарантия, она получается даже по скорости, в приоритете перед обычным... В приоритете, потому что обязанность, это качество, это лояльность, это репутация. Когда человек пришел, заказал детали, ему говорят 14 дней, он говорит, все, он себе написал 14 дней. А когда человек приехал на автомобиль, ему надо завтра, послезавтра куда-то ехать... И он просит ускорить, помогите. Да, ну, опять, есть же программы как аренды автомобиля, так и подменного автомобиля. То есть, если уже так все совсем плохо, тяжело и клиенту надо автомобиль, мы его после 14 дней даем, чтобы как-то держаться этих договоренностей. Спасибо огромное за очень интересный и содержательный разговор. Мы находились в автосалоне Прага Авто на Большой Кольцевой 4. Беседу с нами вел Алексей Ланда, карантинный менеджер автосалона Прага Авто на Большой Кольцевой 4. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, и хочу еще сказать нашим клиентам, другим клиентам, собственникам автомобилей Шкода, продуктов, пользуйтесь. Никаких вопросов не будет. Сеть работает для удовлетворения ваших потребностей, чтобы пользовались качественным товаром, хорошим товаром. И не уделяли на это много внимания, нервов своих трудов, финансовых каких-то затрат. Обо всем позаботиться Шкода. Да. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»